Дело номер В состоянии алкогольного опьянения нанес на живое ранение своей 57-летней супруге, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту в настоящее время проводится судебное расследование. Также проводится расследование по факту обнаружения в одном из дворов на проспекте Абая тела 30-летнего мужчины без определенного места жительства. Нанесение ему тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, подозревает 27-летнего жителя областного центра. Известно, что между мужчинами ночью произошел славесный конфликт. Это же стало причиной и для ссоры, которая произошла в противоположной северной части Кустаная, около полуночи на улице Каербекова. 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес на живое ранение 26-летнему мужчине, который впоследствии был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование. Проводится комплекс мероприятий. В данном случае пострадавший выжил, подозреваемый содержится в следственном изоляторе. А в производстве отдела полиции Кустанайского района находится дело, возбужденное по статье «Причинение смерти по неосторожности». Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков в селе Майку Кустанайского района 46-летняя местная жительница на почте славесного конфликта оттолкнула от себя мужчину, который, потеряв равновесие, упал и ударился о металлическую печь. После чего 44-летний потерпевший скончался. Ведется расследование, в ходе которого, возможно, деяние будет переквалифицировано. Назначены экспертизы. Дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека начали рассматривать в Кустанайском суде. По версии обвинения, один житель Кустаная избил второго, который в результате получил серьезную черепно-мозговую травму. Потерпевший потерял трудоспособность и теперь настаивает на аресте подсудимого. Тот, в свою очередь, готов заключить с обвинением процессуальное соглашение. Прошу всем встать, стоп идет. Присаживайтесь. Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается уголовное дело по обвинению Саббекова Армахана Абикадыровича в совершении уголовного правонарушения предусмотрено статьей 106 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан в открытом судебном заседании. Преступление, в совершении которого обвиняется ранее несудимый 44-летний предприниматель из Кустаная Саббеков, урожайниц Южно-Казахстанской области, произошло в одном из кафе, расположенном в северной части города на проспекте Кабланды-Батыра. Потерпевшим по делу проходит земляк подсудимого Самадбек Шеренбетов. Он работал в кафе, хозяин которого был Саббеков. Согласно обвинению, вечером 2 января этого года, в ходе ссоры и агрессивного поведения Шеренбетова, Саббеков избил последнего. Он нанес ему 8 ударов по голове, в том числе и каблуком, удар ногой по лицу, пару ударов в грудь. Потерпевшего после избиения доставили в больницу. Врачи спасли ему жизнь и сообщили о происшествии в полицию. Шеренбетов после случившегося потерял трудоспособность. Сейчас нуждается в дальнейшем лечении. Однако помощи в этом он от бывшего работодателя не получил. До начала главного судеборазбирательства были ходатайства, поступили от потерпевшего, избрали меры пресечения в виде содержания подстражей и принятия мер по обеспечению риска. Тогда эти ходатайства остаются открытыми. Рассмотрение ходатайства из потерпевшего отложено в связи с тем, что чуть раньше в суду поступила просьба от защитника подсудимого. То есть подсудимый готов признать вину взамен на смягчение ему наказания. Теперь возможно заключение такой сделки должны изучить сотрудники прокуратуры. Решение они должны огласить через неделю. Оспан Кокинжанов, Виталий Луговской, РТН. Виталий Луговской, РТН. Сотник ЖКХ осуждены на пять лет лишения свободы. Четыре тысячи нарушений правил дорожного движения было выявлено полицией в Кустанайской области за 18 дней. По итогам операции «Безопасная дорога» задержаны почти сотни водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Операция завершилась, так как, по словам полицейских, за время ее проведения удалось не допустить совершения ДТП с трагическими последствиями. В последний день проведения операции «Безопасная дорога» в Кустанайской области полицейскими был выявлен, по их словам, вопиющий факт нарушений правил дорожного движения, связанного с употреблением алкоголя и большегрузным автомобилем. Управление транспортным средством водителем 37 лет в поселке Бурлик и Рыборывского района, который управлял КАМАЗом, в состоянии алкогольного опьянения. Также был выявлен факт в Алтенцаринском районе, в селе Салантьевка, управления водителем транспортным средством, также в состоянии алкогольного опьянения. Всего за 18 дней проведения операции было выявлено 99 фактов, когда водители управляли машинами, будучи нетрезвыми. Напомним, в августе подобная операция тоже проводилась в регионе. Первоначально на нее отвели две недели, но потом сроки были увеличены до месяца, так как аварийность на дорогах с трагическими последствиями была сокращена недостаточно. Нынешнюю операцию решено не продлевать. За период ОПМ было допущено 14 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, там были без летальных исходов, только пострадавшие. На сегодняшний день у нас ситуация стабильная, летальных исходов не было. Ну, буквально вчера у нас было зарегистрировано одно ДТП, это в городе в Кустанае, с одним пострадавшим, тоже наездный пешеход. Были зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали сразу по несколько человек. На трассе Алматы-Екатеринбург, около поселка Сороченко, 32-летний водитель не справился с управлением автомобиля Део Матис и опрокинул ее в кювет. В результате ДТП пострадали и водитель, и два пассажира. Через несколько дней в Новокзумском районе 77-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, допустил столкновение с впереди и едущим транспортом. В результате ДТП пострадало также три человека, включая самого водителя. Более 400 фактов выявлено нарушение скоростного режима, более 30 фактов переоборудования транспортных средств. В частности, это газопереоборудование, либо каких-то определенных посадочных мест пассажирского транспорта. В Рудном двое водителей, лишенных прав, попались за управлением автомобиля. Оба пошли на это нарушение повторно в течение года. Но если на одного завели административное дело, то на второго – уголовное, так как он сел за руль, будучи нетрезвым. Четыре попытки контрабанды наркотических средств выявили полицейские Кустанайской области совместно с сотрудниками пограничной службы только в течение 20 дней октября. Очередная попытка провоза запрещенных веществ через государственную границу предотвращена на днях. Как сообщают в полицейском департаменте региона, на посту Кайрак полицейские совместно с пограничной службой при досмотре салона фуры обнаружили марихуану весом более 34 граммов. 25-летний житель Республики Беларусь пытался провести наркотики в Казахстан. 19 октября там же задержали 35-летнего водителя из Табыла. В грузовой автомашине «Форд» в двери обнаружена стеклянная бутылка, в которой находились два свертка с веществом растительного происхождения. С начала года в полиции Крабыловского района зарегистрировано 35 таких фактов. Подзреваемые пытались провести через границу наркотики различными способами. Кто-то прятал их в носки, в папиросы, в бутылки и пищевые контейнеры. В апреле этого года сотрудники полиции изъяли у жителя Нурсултана в кабине грузового автомобиля, дав почти 6 граммов гашиша, что является крупным размером. Житель столицы направлялся в Россию. Уголовное дело по данному факту было расследовано и направлено в суд по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Судом 41-летний мужчина приговорен к лишению свободы. Кроме того, стража порядка раскрыли преступления, сбыт наркотиков. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили 26-летнего местного жителя, у которого изъяли гашиш весом 7 граммов и марихуану в свертках. В настоящее время дело направлено в суд. За 9 месяцев 2021 года карабовские полицейские из «Незаконного оборота» изъяли свыше 82 граммов наркотических средств, из них марихуаны более 60 граммов и гашиша свыше 20. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире через неделю. А эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале Алау в YouTube и подписывайтесь на аккаунт программы в Instagram. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Продолжение следует...